Итак, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать, мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Майнкрафт. Ой, как я люблю это говорить, за кадром произошли кое-какие изменения. В принципе, наш величественный бурья никак не трогал, а изменил лишь нашу систему механизмов, в принципе. Немножечко я их тут переставил, немножечко я оптимизировал для того, чтобы произвести немножечко диэлектрический паск, который нам понадобится в этой серии в больших количествах. Также немножечко оптимизировал Крашер, и наши базовые смелтеры я перенес в этот угол. В принципе, я здесь никак ни интерьеру не поменял, но здесь появился у нас очень интересный блок, называется он Белый Элеватор. Если мы на нем нажмем Shift, то можем заметить, что мы перешли в какую-то комнату, которая находится у нас под нашим непосредственным баром. И эту комнату я буду сегодня очень активно использовать, а именно я хочу построить здесь ядерный реактор. Ну а для начала по порядку. Раз у нас произвелось очень большое количество дизеля, я решил пустить его в ход и скрафтил дизельный генератор из непосредственного мода сайлент механизм. В принципе, крафт у него очень простой, и все эти ресурсы мы уже когда-то крафтили, поэтому я не считаю, что это было бы какой-то большой проблемой. Но в принципе, этот дизельный генератор был мне у него необходим для того, чтобы произвести кое-какое количество энергии. Потому что именно этот карьер потребует гигантское количество энергии, если мы захотим его использовать по поводу. Ну и теперь я предполагаю перейти непосредственно к самому карьеру, и я хотел бы объяснить, как он работает. Если мы в него зайдем, мы увидим такой вот очень пугающий на первый взгляд интерфейс, но на самом деле бояться нечего. Мы здесь имеем, во-первых, сеточку, куда у нас будут складироваться все ресурсы, непосредственно энергию для зарядки, его можно очень легко закидывать. Допустим, мы возьмем этот куб с энергией и закинем сюда, и все у нас с энергией здесь пошло, замечательно. А дальше мы видим здесь 4 кнопочки, ресет, это заново перезапускает механизм, автоэджект, это автоматически высылает все ресурсы, которые добывает карьер. Дальше мы видим шелковое касание, то есть он будет добывать все ресурсы в непосредственно первоначальном виде, и по-хорошему его нужно постоянно держать включенным, но, правда, при этом он тратит больше энергии, но я думаю, большой проблемой это не будет являться. И дальше автопул, без понятия, что значит это и использование. И если мы сейчас нажмем на старт, то у нас, конечно же, ничего не будет работать. Для того, чтобы он у нас начал работать, необходимо его настроить. Для этого мы заходим в конфиг, и видим здесь вот такую вот сеточку. Мы видим для начала радиус, минимальную высоту и максимальную высоту. Максимальную высоту я ставлю максимально, минимальную высоту я ставлю ноль, чтобы он копял непосредственно от бедрока. И радиус я ему ставлю тоже максимальный, который он может себе позволить, и это 32 блока. Замечательно, мы тем самым настроили ему сетку. Если я нажму на вот этот вот визуализ, то я увижу область, в которой он будет мне выкапывать все ресурсы. И теперь я непосредственно хочу ему настроить, какие блоки он мне будет выкапывать. Для этого я нажимаю новый фильтр, материал, и, допустим, я хочу, чтобы он мне выкапывал эту ростовую руду. Я нажимаю сейф. То же самое я проделываю с золотом. Поскольку эти два материала находятся у меня сейчас в максимальном недостатке, и в этих материалах, по факту, я только и нуждаюсь. Все, замечательно, я выхожу из этого режима, нажимаю на кнопочку старта, и что-то пошло не так, и он мне выкапывает почему-то камень. Значит, я что-то неправильно настроил. А-а-а, я понял, что я делаю не так. В общем, мы должны нажать кофинг, новый фильтр и item stack, а не материал. Теперь я нажимаю на старт, и он у меня будет выкапывать непосредственно ростовую руду. И теперь я хочу продемонстрировать, как это происходит. Я нажимаю на рестарт, конфиг, new фильтр, item stack, золотую руду я сюда пихаю, замечательно. И старт, все замечательно, он теперь у меня будет выкапывать в золотую руду в частности. И мы можем видеть, в принципе, то, что он выкапывает все, ну, очень долго. А улучшить это мы можем без проблем, но при этом он будет тратить большое количество энергии. Ну, а большого количества энергии, к сожалению, у меня пока что нет. Единственный способ у меня добычи энергии, это вот этот вот ветряной генератор и вот этот вот дизельный генератор. К сожалению, эти два генератора даже вместе не смогут вырабатывать в недостаточное количество энергии. И именно поэтому я хочу построить тебе ядерный реактор. Тем более, что с топливом для него не возникнет вообще никаких проблем. С помощью нашего диджитал-майнера мы сможем выкапывать это все в громадных количествах. И теперь непосредственно перейдем к самим крафтам. Я уже тут подготовил, что нужно скрафтить и, пожалуй, я для начала скрафчу реактор именно четвертого уровня. Реактор у нас будет из мода ПВАХ. Я знаю, что он называется Павер, но я буду его называть ПВАХ. И нужно его именно 36 штучек. В принципе, крафт у него изичный и я думаю, что с этим вообще никаких проблем у меня не возникнет. Тем более, что это когда-то мы все уже крафтили. И за кадром я уже подготовился и накрафтил себе достаточное количество всего необходимого. Теперь я попробую сейчас скрафтить первый уровень нашего реактора. Я почему-то сейчас подумал, что нам нужно будет с каждым уровнем его улучшать. То есть для крафта следующего нужно предыдущий, но оказывается, что нет. И это крафтится гораздо легче. И на самом деле мы можем даже скрафтить, попробуя сейчас следующий уровень. Потому что для него у нас уже все готово должно быть. Нам необходимо только не айтический кристалл, но для него нужно 500 тысяч ФЕ. Ага, понял, почему я не могу его скрафтить. Но ничего страшного, я смогу скрафтить, зато Блэйз Роды. Это нужно Кризон Айрон и Блэйз Роды. Блэйз Роды за кадром я немножечко пофайрмил, я думаю, стак и захватит там. И, в принципе, Кризоновой Руды я тоже достал. Кризоновая Руда это достаточно распространенный блок, и он в большое количество добывается у нас в аду. И по факту я думаю, что еще один такой энергетический рот я скрафчу. И также я собираюсь этот энергетический рот, который я сейчас скрафчу, также улучшить для того, чтобы ускорить, в принципе, процесс всех этих выработок. Для его улучшения, в принципе, все у нас уже готово. Раз и два. Вот, все, второго уровня у нас энергетический стержень готово. Теперь попробую я его до третьего крафта сделать. Ага, а тут нужна сталь, которую я крафтить пока не хочу. Да и незачем, я думаю, второго уровня мне хватит. Если не хватит, то придется мне скрафтить эту сталь энергетическую. Энергетическую. По идее, у меня готовы эти стержни. Замечательно. И сейчас я хочу попробовать вот этот вот металл смешивать с блейзеродами. Замечательно. Тадас, тадас. И как долго ты делаешь? У нас палочки не успевают отдавать всю энергию, которая идет им по проводам. По этой причине мне необходимо будет сначала скрафтить энергетическую сталь. Для их последующего улучшения. Потому что второго уровня их тоже недостаточно, этих родов. Так, энергетическая сталь на самом деле просто крафтится. Это электрум и сталь. А электрум это золото и серебро. Все у нас, по идее, есть. Так, и замечательно. Электрум я в нашем алоис мелтере получил. Сталь я взял из сундука. Так, тадас, тадас. И зарядка пошла. Да, это уже зарядка идет гораздо быстрее. А, все, замечательно. Я что-то переборщил даже с ресурсами, обсчитался. И получилось у меня все-таки улучшить, благодаря нашим ресурсам, два этих энергетических рода. Замечательно. Для следующего уровня нам уже непосредственно нужны сами блейзовые порошки. Тем самым я могу эти блейзовые порошки сейчас делать просто в ПКД. Надеюсь, да? Сейчас попробую установить сюда какую-нибудь вороночку, для того, чтобы попробовать автоматизировать этот момент. Так, я кидаю сюда, раз, блейз пауэр. И два, этот, кринзон. Ага. Как минимум, сюда закидывать не получается. Потому что это все идет сразу с копом. Хорошо, а если я просто закинул? Надеюсь, воронка это адекватно засосет. Хотя, я думаю, что сейчас можно будет попробовать все-таки улучшить. У меня, тем более, 4 штучки это есть. Надо и всего, я так понимаю, 8. Так, все, из блейзовых штук я скрафтил вот эти вот катушечки. Так, раз и два. Все замечательно. Я наши электрические роды улучшил теперь до 4-го, получается, уровня. И я надеюсь, что получится зарядка очень быстрой. Так, раз, два. Ну, зарядка идет гораздо быстрее, на самом деле. Ну, в принципе, скорость достаточно удовлетворительная, я бы сказал. Для следующего уровня нам понадобится, получается, алмаз и аметист. А аметист, можем помнить, добывается не очень просто. Я так понимаю, в нашем кубе сейчас хранится 20 миллионов энергии. ФЕ, причем энергия. И это очень большой результат, на самом деле. Особенно для мода в пувах. Ну, получается, я сейчас просто ухожу на очень долгую, ожидательную паузу, пока я вот тыкаю, 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 и копятся у меня эти частички блейзеродов. Ну, и замечательно, я уже раздобыл необходимое количество ресурсов. И единственный предмет, который я не объяснял, как крафтить, это получается у нас ураниум. На самом деле, этот ресурс крафтится до ужаса просто. И просто нужно пережарить руду, которую мы добываем непосредственно самого ураниума. И у нас вон целых три типа руды. Большая, средняя, малая. И в зависимости от типа руды, в переклавке получается разное количество ресурсов. Ну, и так, к чему я это все ввел, крафтил этот реактор. Мы можем видеть то, что нашего большого куба А с несколькими миллионами энергии не хватило банально для того, чтобы этот наш диджитал майнер выкопал все наши руды. И тем самым я вот и хотел сказать то, что нам очень сильно необходим этот реактор. На самом деле, мне очень понравилась механика этого мода и как он строит этот реактор. Мы просто подходим, берем в руке 36 необходимых этих блоков и кликаю буквально правую кнопку мыши, и он у нас сам строится. Твич, и он у нас замечательно построен. Мы можем видеть здесь достаточно замороченный интерфейс, но пугаться его опять-таки не стоит. В принципе, он, да и ужаса, простой, как и все в этом моде, наверное. И теперь я беру уже ведро воды и сую его сюда в один реактор, все. По факту, этот реактор больше в воде не будет нуждаться. Я не знаю, то ли это баг, то ли это фича какая-то. В общем, это происходит так. Сюда я к реактору ставлю энергетический куб, пока вплотную. Везде ставлю input и закидываю в наш реактор просто тупо уранил. По факту, реактор у нас уже работает. Сейчас он догреется. Все, 350 градусов, так понимаю, это максимально. И вырабатывает 9,7, 9,6. А, и падает, да? Я не хотел бы, чтобы вырабатывал меньше 9, а 9, а 9,10. Короче, он в зависимости от температуры будет постоянно обновляться. И примерно в пределах 9000 FE затих он будет нам вырабатывать. Замечательно. Так, и теперь я хочу подняться к этому ветряку, чтобы посмотреть, в принципе, для сравнения, сколько он вырабатывает у нас энергии. Ага. И он вырабатывает 384 FE. То есть, крафт у него, в принципе, простой, и он ничего не нужен, у него пассивная работа, замечательно. А реактор наш вырабатывает 10 тысяч. И он уже, кстати, замечательно, посмотрите. Он уже заполнил наполовину наш ультимативный куб. Я думаю, впоследствии привезти сюда провода. А вообще, в моде по бах есть беспроводные способы передачи энергии. И это, на самом деле, охренеть, какие полезные вещи. Но, к сожалению, я не могу сейчас и крахтить, потому что нужны энергетические коры. А энергетические коры, к сожалению, я не могу сейчас делать, потому что они требуют эндерглаз, которых у меня нету. В фарме тендерменов, на самом деле, даже с третьим лутингом, это такая еще заморочка. Так, все. Карьер, получается, я поставил так, что он у нас снова начал копать. Теперь, как я и говорил, я хочу перейти к той проблеме, что у нас дикая идет нехватка эндержиглаз. Единственный, наверное, самый эффективный способ от этого избавиться, это найти портал вендер. За кадром я уже походил, и вон он у нас, в 1223 метрах от нас находится. Он найденный, и у нас замечательный. По факту, мне останется взять лук, стрелы, и пойти уже охотиться на этого дракона. И в портале уже очень много глаз есть. Теперь я те глаза, которые я накопил за все серии. По идее, у нас портал построен. Планки есть, лук есть, все. Замечательно, прыгаем. Аллилуйя, наконец-то. Наконец-то я его убил. Блин, ну, можно считать, что я практически не умирал. Да, титры финальные. Ура, мы убили дракона. Нет, это не мои могилы. Нет, ни в коем случае. Нет, я не умирал вообще. Я его изично победил. Ну и на таком замечательном моменте я буду постепенно заканчивать эту серию. Всем спасибо, что были со мной. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Увидимся в следующей серии. Ну и теперь, по сложившейся традиции, я буду выяснить имя того человека, который попадет в историю. Ну я и поздравляю, человек с этим именем, ты попадешь в следующий ролик. Ну и до скорого.